Доброе утро, доброе время суток, кто где подключается, надеюсь, те кто к нам подключается на инстаграме и на фейсбуке, у вас еще не шаббат, потому что не нужно пользоваться компьютером шаббат, даже если вы изучаете ТОР. Ну, а если вы все-таки в полном шоке и недоумении от того, куда вы попали, что вы здесь делаете, так я вам напомню, вы попали на ежедневный урок по Аллахе, который, по крайней мере, длится у нас уже полтора года, по-моему, где-то так, но, по крайней мере, по этой книжке длится где-то уже несколько месяцев, и если мне не изменяет память, то сегодня у нас 116-й урок. И на этом уроке, точнее, с позапрошлого урока мы с вами сделали прыжок в будущее, точнее, в настоящее, потому что, закончив 21-ю главу, которая говорит о законах молитвы Амида, мы с вами перепрыгнули сразу на 121-ю главу, которую с Божьей помощью мы сегодня с вами закончим. Это 121-я глава, это первая глава в серии, которая говорит о постах, о 9-м ава, о периоде между 17-м и 9-м ава, и все законы, связанные с этим. И в начале 121-го глава говорится просто о законах постов. Мы просто перечислили в начале, какие есть посты, какие события там произошли, напоминаю, что то, что мы называем общественными постами, мы с вами обсуждаем в этой главе четыре общественных поста. Это пост Гидалия 3-го Томуза, это пост 10-го Тевета, пост 17-го Томуза, пост 9-го ава. Йом-Кипур, как я уже некратно говорил, не попадает в эту категорию, потому что это в первую очередь праздник, а только потом пост А, как он называется, пост Эстер, не попадает в эту категорию, потому что он отдельно обсуждается в законах Пульма, что мы с вами, кстати, уже учили. Все эти посты объединяют их не только то, что мы постимся, а объединяют их также то, что они, если выпадают на шаббат, переносятся на воскресенье, потому что шаббат – более важный день, чем даже 9-я ава, только Йом-Кипур, опять же, потому что это не пост, а потому что это праздник шаббат, он и в Африке шаббат, даже если это праздник, поэтому Йом-Кипур в праздник, Йом-Кипур в шаббат, да, отмечают, и там специальным образом есть некоторые ограничения, но об этом мы поговорим позже. Давайте мы продолжим сразу по тексту, потому что сегодня, к сожалению, мне чуть-чуть раньше нужно закончить урок по личным причинам, хорошим, слава Богу, об этом позже, но мы с вами читаем 121 главу, если кто-то следит по тексту, и мы начинаем восьмой парага. Итак, поехали. Есть разница между тремя постами и 9-м ава. Три поста, это Цонгедалья, 10-я Твэта и 17-я Тамуза, они отличаются от 9-го ава. Чем они отличаются? Сейчас мы перечислим. Во все три поста, кроме 9-го ава, мы кушаем ночью перед постом до восхода солнца. Как вы помните, третья Тишрэя, Цонгедалья, 10-я Твэта и Юдзайн Битамуза начинаются с утра, с восхода солнца, 9-го ава, в отличие от них, начинаются с окончания предыдущего дня, даже чуть-чуть раньше, но об этом мы поговорим. Вагу шало ещан шина кева, а валь им ещан шина кева, а сувакак плэхол ли штот, элэмкен итна ходум шиешан. И это только в том случае начинается с восхода солнца, когда ты ложишься преднамеренно спать, то есть это твой стандартный ночной сон. А если ты не спал ночью, то тогда начинается с восхода солнца. А если ты спал ночью, как положено спать ночью, как это у тебя принято, если это нормальная ситуация, ты обычно спишь ночью, то ты начинаешься пост с момента, что ты проснулся. Или точнее начинается пост с момента, что ты лег спать, потому что во сне ты не кушаешь, если тебя во сне, конечно, кто-то не кормит шоколадом. Но здесь очень важный момент, который я всячески всем рекомендую, ну, каждый по-разному, но мы это делаем, по крайней мере, мы будем учить дальше, что это нельзя делать, например, чистить зубы в пост, поэтому мне это очень тяжело. Я встаю рано утром. Что имеется в виду, как здесь сказано, только в том случае, если ты установил себе причину, критерий, да, то есть договоренность до того, как ты лег спать. О чем идет речь? Пост официально астрономически начинается с восхода Солнца, и, конечно же, нашей группе я разошлю все времена, о их времена, о их нравы, о том, с какого по какого постятся в тот или иной день. Теперь, если мы будем говорить о ближайшем посте 17-го Томуза, который, если не ошибаюсь, выпадает на 27-е, да, 27-е июня, то начало этого поста с восходом Солнца 27-го июня и окончание поста с выходом звезд. То есть, соответственно, если вы ложитесь спать вечером после Шабата, это наверняка будет поздно, потому что мы же все уже старые люди и любим летние Шабаты, и любим потому, что в летний Шабат можно после трапезы хорошо поспать, и поэтому ночью мы потом гуляем всю ночь и не спим, то вы будете ложиться поздно, мало вероятности того, что вы проснетесь до восхода Солнца. Но если вы планируете именно встать до восхода Солнца, для того, чтобы покушать, попить, почистить зубы и так далее, а потом начать пост, то есть до того времени, когда астрономически начинается пост, вам обязательно нужно, перед тем, как вы ложитесь спать с вечера, поставить такое условие, что ложась спать с вечера, вы не принимаете на себя пост, и тогда, поставив будильник себе, там, не знаю, на 4 утра, надо проверить, во сколько там восход Солнца, вы, встав, можете спокойно покушать. Если вы не поставили такое условие, то есть вам нужно кому-то это сказать, что я не принимаю на себя пост, хотите, напишите мне текст-месседж, если вы живете в одиночестве, но просто скажите муж жене, жена мужу, тоже будет нормалек. Но если вы этого не сделали, в момент, что вы ложитесь спать с вечера, у вас начинается пост, и даже если у вас в Солнце вы встали в 4 утра, и астрономический пост еще не начался, у вас он уже начался с вечера, когда вы легли спать. Поэтому, если вы хотите встать рано утром и покушать, просто дайте кому-то знать, что вы уезжаете спать с вечера, не принимайте на себя пост. А если, вот, принято, вы проснулись, и сразу у вас такой сушняк, потому что хорошо бухнули до того, и сразу, как просыпаетесь, принято у вас спить, то вам не обязательно давать всем знать, что вы не принимаете на себя пост, а проснувшись, естественно, до начала поста, до восхода Солнца, вы не обязательно, если обычно вы пьете, то можно опохмелиться и так, без того, чтобы кому-то об этом сообщать. В 9 авгу мы заканчиваем кушать еще до окончания дня, до того. Напоминаю вам, что 9 авгу начинается, несмотря на то, что начинается как таковой пост с выхода звезд, но мы начинаем его раньше, даже до Шки, до захода Солнца, там чуть-чуть раньше, чтобы поститься достаточное количество времени, то есть 26 часов, там у нас почти, в Йом-Кипур особенно это прикольно, нужно поститься, 26 часов, но, короче, есть, опять же, я поставлю в группу время точно, когда Совзман Ахила, окончание еды в канун 9 авгу, соответственно, в этом году все гораздо сложнее, потому что у нас 9 авгу выпадает на воскресенье, и, соответственно, все это нужно сделать еще в течение шаббата. Но 9 авгу, как известно, это пост круглосуточный, соответственно, с вечера предыдущего дня. В Шалош-Тан-Йоте решены другие различия между тремя остальными постами, Цом-Гидалин, 10-й, 17-й и 9 авгу, Три остальные поста Три остальных поста Можно умываться, принимать душ, там и так далее, расчесываться и пользоваться различными косметическими средствами, носить кожаную обувь и заниматься разрешенным сексом, то есть между мужем и женой положенным образом. В Шаббата, в Саримбата, Кулама, все вышеупомянутые моменты запрещены 9 авгу. То есть с 9 авгу у нас добавляется еще 4 вещи. В Емкипу у нас добавляется 5, потому что это еще как шаббат, да? Ну, там отдельно мы поговорим об этом, но 9 авгу нам нельзя мыться, даже мыть руки нельзя, мы поговорим отдельно. Концент, 9 авгу пользуется косметическими средствами, носить кожаную обувь, там еще сидеть на высоком первой половине дня, ну и заниматься сексом в остальные дни, которые являются посты, все вышеупомянутые разрешено. Если вы здоровый человек и у вас широкая, здоровая еврейская душа, то можно устражать во все остальные посты, как и 9 авгу. Я хочу подчеркнуть, что еще Алтареба был небольшим фанатом того, что устражать в посты и так далее, но если вы хотите брать на себя все обязательства, 2 авгу, как не носить кожаную обувь, не умываться и не пользоваться косметикой и не заниматься сексом, это ваше личное решение. Обязанностей в этом нету. Может быть, вы считаете, что вы сильный, здоровый человек и у вас широкая душа. Кстати, не кушать с вечера тоже в данном случае в остальные посты является устражением. Единственная вещь, которая запрещена устражать в остальные посты в сравнении с 9 авгу, это по поводу ношения нормальной кожаной обуви, потому что кожаная обувь являлась принципом статуса, и поэтому в Талмуде даже описывается несколько очень важных моментов о том, что чуть ли там козу продать не надо, чтобы, главное, была у вас приличная обувь. В посты, остальные посты, кроме 9 авгу мы обсуждаем в данном случае, три поста – Цонг-Посгидали, 10-я Тевета и 17-я Тамуза. Если вы даже хотите устражать, вы считаете себя физически развитым, и человеком с широкой душой, то нельзя носить не кожаную обувь, потому что будут над вами смеяться. Это неприлично. Чего еврей должен выглядеть прилично и уважительно. Вызывать уважение точно так же. А если вы хотите на себя устражить по поводу секса, то есть, имеется в виду, устражить по поводу секса, это не заниматься сексом в эти посты, вам запрещено это делать. Я говорю сейчас о мужчинах, а не о женщинах, что если это ночь, в которую женщина окуналась в никву, и она выпадает на пост, вы, мужчины дорогие, обязаны заниматься сексом в эту ночь, потому что это и есть эта ночь, и есть выполнение заповеди о нут, заниматься сексом со своей женой. Поэтому даже если вы хотите устражать себя и отменить секс в три остальные поста, если в эту ночь ваша жена пошла в мику, то есть в канун поста, то вы обязаны заниматься сексом. Это является заповедью в данном случае. Давайте продолжим дальше. Девятый параграф. Еще один параграф успеем перед шабатом. Я так и сказал, мне сегодня нужно закончить чуть-чуть раньше. Несмотря на то, что у нас только сейчас есть некоторые, которые подключаются на разных платформах. Есть еще одно облегчение в три вышеупомянутых поста. Что беременная женщина и кормящая грудью женщина, которым тяжело поститься, они освобождены от трех вышеупомянутых поста. Всех, кроме девятого А. Мы про Юн Кипру вообще не говорим, напоминаю вам. И больной человек, даже если это не больной, опасный человек, который с опасностью жизни просто человек плохо себя чувствует, тоже не будет поститься в эти три поста. Но это никто, кроме вас, для вас решить не может, насколько вы больны. Психические заболевания, как у вашего похоронного слуги, не работают. Этот человек должен быть больной физически, и ему от этого тяжело, даже если это не является опасностью для жизни. Но тут, опять же, используйте здравый смысл. Но миколь маком, в любом случае, ахмиши мутар лэ лэ холь, даже тот, кому можно кушать, имеется в виду беременные женщины, кормящие матери, больные люди, ло я нэ кэ тэцмо, не будет кушать себе в удовольствие. То есть не будет там себе стоять и делать ризотто с белым вином и дикими грибами. Не знаю, что мне вдруг пришло в голову. Я, кстати, уже завтракал сегодня. А будет кушать только то, что необходимо для поддержания сил в организме. То есть там заниматься чревоугодием, даже если у вас нет обязанностей, у вас есть экскьюз, белый билет от того, чтобы поститься, все равно нельзя заниматься в эти дни чревоугодием, а кушать только по необходимости и в необходимых количествах. И к детям это относится точно так же, несмотря на то, что они не обязаны поститься. Если они сознательно достаточно, чтобы скорбить, то есть они осознают, почему мы постимся, осознают эти уроки истории, которые мы должны выучить на этих постах. Их стоит воспитывать. И идет речь о всех маленьких детях до 9 лет, что они кушают только хлеб с водой, то есть какую-то совсем базисную еду. А если это глютен-фри, то кушайте, я не знаю, там, corn tortillas, не более того, или райс-крекеры. И для того, чтобы воспитывать вот это вот сознание, что в этот день мы все равно должны скорбить. Если ребенок не понимает, и как это часто бывает, правда, не у наших детей, что им нужно просто засунуть во все дырки конфеты для того, чтобы он не морочил голову, и он не понимает, что ребенок он или она не понимает, что это травмный день, то стоит воспитывать заранее. Я хочу подчеркнуть, что это идет до 9 лет. После 9 лет начинают воспитывать детей по стице. По чуть-чуть, полдня и так далее. 9 лет, это называется гилах-венух, возраст воспитания. С этого момента можно начинать, так сказать, тренироваться в полноценной взрослой еврейской жизни. Ну, а, естественно, после бар-митсвы или бат-митсвы это уже, так сказать, обязаловка. В лейтабель, да, в лейтабель Манцебур, и чтобы ребенок приучался скорбить вместе с общиной, то есть желательно взять его на море, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я уверен, что каждый сам придумает себе воспитательные моменты, как воспитывать детей, чтобы было понятно, что сегодня травмный день. Я, конечно, говорю о трех постах, которые мы и в 9-м АБА точно так же, которые мы с вами обсуждаем. Но на этом мы сегодня остановимся. Остановимся с вами, нужно раньше уйти. Всем очень хорошего Шаббата. Если у вас есть вопросы, присылайте комментарии к этому видео. Всем пока. Шаббат шалом, кто был с нами на Инстаграме. Те же самые добрые пожелания всем, кто был с нами на Фейсбуке. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии к этому видео, если предыдущие уроки есть на моем канале Ютуба. Всем пока. Шаббат шалом. И, дорогие мои участники колхозного Зума, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...